МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Когда завершится реконструкция библиотек городского округа Самара? По какой программе пополняется книжный фонд библиотек? Как привлечь в городские библиотеки детей? В нашей студии Светлана Лановенко, заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики города Самара, и Татьяна Гаврильна, директор муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара, Самарская муниципальная информационно-библиотечная система. Светлана Геннадьевна, Татьяна Владимировна, добрый вечер! Здравствуйте! Искренне рад вас видеть! Добрый вечер! Здравствуйте, уважаемый Ян, уважаемые телезрители! Я рада приветствовать вас в эфире! Очень приятно, что такому вопросу уделено огромное внимание. Ну что вы, на самом деле, библиотеки, вот что бы нам ни говорили, это центр культуры. Я вот на сегодняшний день в этом глубоко убежден, и чем больше живут, тем больше в этом убеждаюсь. И вот если говорить о библиотеках и об их развитии, на сегодняшний день, как участвует Самара в национальном проекте культура в части именно модернизации библиотек? Потому что это очень важный проект, и он дает очень серьезные возможности. Вы абсолютно правы, Ян. Самара активно участвует в проекте в национальном, более того, очень активно администрация города нас поддерживает в этом. Хотелось бы немного рассказать о том, что муниципальных библиотек у нас всего 62. Это две библиотечные системы, состоящие из детских библиотек, и библиотечная система для взрослых. Но мы в последнее время, последние, наверное, лет пять, считаем, что такого разделения жесткого делать не надо. Мы его делаем только по книжному фонду, а в любой библиотеке рады семейному посещению. То есть имеется в виду, что, прошу прощения, что прерываю, что там должна приходить семья. То есть надо отходить от этого жесткого понимания, что есть библиотека детская и есть библиотека взрослая. Конечно, абсолютно вы правы. Даже мамы с грудными детьми приходят в наши библиотеки и находятся занятия и в органичку, и маме. Также и когда ребенок приходит с папой, находятся занятия и папе, и ребенку, который пришел. И вы абсолютно правы. Библиотека становится культурной институцией, не просто местным, где хранятся книги, а там, где можно прийти и пообщаться, пообщаться по литературе, по театральной деятельности, по интересу, который вызывает у вас садоводство, и при этом почитать книгу или узнать новое от друзей или единомышленников, которые присутствуют в библиотеке. Я немного вернусь к системе, которая у нас действует на территории города. Помимо муниципальных библиотек, у нас есть еще и, конечно, государственные, которые подчиняются Министерству культуры Самарской области. Это областная научная библиотека, все ее, конечно, знают, огромная, расположенная на проспекте Ленина. Юношеская библиотека, детская. И библиотека для слепых, которые читают книги, абсолютно специализированные, написанные шрифтом Брайля. И в этой же библиотеке они встречаются, общаются, имеют клуб по интересам. Конечно же, я не могу не отметить библиотеки, которые находятся в школах и вузах. Там школьники, соответственно, получают необходимую литературу и студенты. Вернусь к вашему вопросу о национальном проекте культуры и модернизации библиотеки. И участие в Самаре. Естественно, конечно же, и участие в Самаре в нем. Мы начали этот процесс довольно давно. И библиотеки, которые мы считаем уже модернизированы, это 25-й филиал детской библиотеки, находящейся на Владимирской, и филиал библиотеки, который 8-й, находящийся на Николае Паново. Они были отремонтированы и модернизированы еще до наступления действия национального проекта. Мы были уже тогда в тренде и учитывали все современные тенденции. Библиотеки, которые в прошлом году победила в национальном проекте культура и получила грант на его реализацию в объеме 10 миллионов рублей, это детская библиотека, центральная, находящаяся на аэродроме. Сейчас это исключительно креативное пространство, в котором очень нескучно как детям, так и взрослым. Я там был, могу подтвердить. И вы не поверите, эта библиотека просто дышит, живет жизнью. Туда пришли новые молодые библиотекари. Это просто фантастика, то, что сейчас происходит в библиотеке. На следующий год мы также стали победителями конкурса. И модернизировать будем две библиотеки, одна из которых, естественно, центральная городская библиотека, возглавляет которую Татьяна Владимировна. Муниципалитет готовит базу для того, чтобы можно реализовать этот проект, то есть выполняет ремонтные работы, обучает персонал и, соответственно, готовит заявительную документацию. И в этом, еще раз повторюсь, у нас очень большая поддержка личная Елена Владимировна Лапушкина, глава городского округа Самара. Вот момент очень важный, интересный. Библиотека на Николая Панова. Вот как раз та самая библиотека, которая была модернизирована. Она делалась по какому проекту? Потому что я сам читаю, в том числе, в этой библиотеке. И когда я туда зашел, да, я увидел, что это принципиально другое место. Это, ну, по большому счету, да, это центр культуры, такой информационный центр, где книги только часть. Важная, значительная, но только часть. Вот кто делал проект, как вообще это делалось, и как это разрабатывалось? Потому что, ну, вот это придумать, на самом деле, очень непросто. Это была такая интересная коллаборация, когда мы приглашали архитекторов, ведущих библиотекарей, администраторов и людей, которые хотели бы посещать эту библиотеку и хотели бы что-то там видеть нового и интересного. И когда мы собрали такой свод-анализ, мы увидели все, что у нас нет, все, что у нас есть, все, что нужно усилить, что нужно нивелировать. И выдали задание архитектору, и мы, собственно, получили вот такую интересную историю и воплощение новых интересных идей. Татьяна Владимировна, я думаю, вы более подробно расскажете, что у нас сейчас там происходит. Вообще, это удивительная библиотека. Мы ее называем молодежный центр, центр притяжения возраст 14+. Я очень рада, что вы являетесь читателем этой библиотеки и видите ее изменения. Конечно, это единое открытое выставочное пространство. Вы видели ни одиночество, ни встречи. Это образ Рильки, австрийского писателя и Марины Цветаевой «Серебряный век». Вы сейчас видите у нас сотрудничество с фондом Николая Миклуха-Маклая, ожившая история Миклуха-Маклая, 21 век. Мы выставку поставили буквально месяц назад. Это вы говорите о тех мероприятиях, которые сейчас там проходят? Конечно, конечно. И мы с удовольствием приглашаем всех жителей Самары посетить эту выставку. Она говорит об экскурсии в 2017 году в Папу Новый Гвинея. То есть это представлены фотоработы и удивительные зарисовки этого региона. Она продлится до конца июня следующего года, но это будет сменяемая экспозиция. То есть раз в месяц, раз в две недели в зависимости от посещений читателей мы будем обновлять экспозицию. Поэтому приходите. То есть можно на самом деле, я прошу прощения, то есть можно прийти, посмотреть, а через, допустим, месяц прийти и ты увидишь другую выставку? Конечно. Название будет одно, а смысл будет, содержание будет меняться. Буквально вот в понедельник, вчера, 21 декабря у нас состоялась презентация выставки «Кубучи», посвященная 160-летию Антона Павловича Чехова. По первым слогам вы увидите Бунина, 150 лет, и Куприна. Юбилейный год. Мы постарались объединить этих писателей с точки зрения вклада, и они такие разные. Писали по-разному, но их объединяет что? Они мастера рассказа. И у нас попутно проходил конкурс «Талантливый читатель». И мы всегда, если мы сохраняем название, то мы всегда меняем специфику различной номинации. То есть мы приурочили подведение итогов конкурса к открытию такой выставки. А что значит «Талантливый читатель»? Вот мне даже стало интересно. «Талантливый читатель»? Я всегда говорю, что мы все уникальны, мы все интересны. И задача быть библиотекарем, интересным своему посетителю. И задача библиотекаря увидеть интересное в каждом, кто приходит в нашу библиотеку. И постараться проводить такие мероприятия, создавать такие конкурсы, чтобы читателю было интересно. Выявить, ну, каждого индивидуальность увидеть, да. Мы все гениальны. Ну, это так. Просто каждый по своему. Просто увидеть эту ценность и подать ее. Поэтому на сайте Самарской информационно-библиотечной системы все итоги конкурса подведены. Есть заманушечка, чтобы вы пришли на эту выставку. Год юбилейный для них. Поэтому приходите. Мы постарались найти такие тонкости в их творчестве, чтобы они были так же уникальны. Что еще хочется? Мы буквально 13 декабря запустили новый проект. Мы стараемся всю нашу деятельность представить так, чтобы она была продолжительна и интересна. В 2018 году мы сотрудничали с отделом японской культуры Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Было несколько мероприятий. Это и куклы Кокеси были, и выставка фотохудожника Кадзу Йоси Миоси. И сейчас мы нашли удивительный талант, который живет в Самаре. Это Дмитрий Коваленин. Он 15 лет прожил в Японии. Он переводил Харуки Мураками. Все книжки в его переводе есть и в фонде Самарской муниципальной информационной библиотечной системы. Вот уж воистину удивительно. Мы запустили проект Дмитрий Коваленин «Восходящее солнце». Вот прошло два мероприятия «Пользуйтесь спросом». Мы ведем и онлайн-трансляции. На январь месяц мы запланировали два мероприятия. Это работа с пустотой 17 января в 15.00. Мы специально выбрали формат выходного дня. Формат, когда человек может посвятить время своему развитию комфортно, бесплатно провести время, использовать для себя. Абсолютно верно. И 24 января «Полеты во сне и на миру». Это мы представим работы известного режиссера Миядзаки. Мультфильм Миядзаки «Как терапия японского подсознания». Приходите, будет интересно. Я более чем уверен, что... Меня знаете, что удивило, и за что вам надо сказать спасибо, что вы нашли вот этого парня, который 15 лет, жил в Японии. Он, собственно говоря, наш земляк и живет вот где-то здесь недалеко. Ян Геннадьевич, как говорят, мы работаем, мы любим свою профессию. Талантливый читатель, он талантливый. Вот уж боится, но талантливый читатель. Начинается... О чем бы хотелось еще поговорить. Начинается ремонт городской библиотеки имени Крупской. Библиотеки, в общем-то, ну легендарная. Одна из старейших библиотек. Если не ошибаюсь, ей 98 лет исполнилось. То есть, ну, практически вот скоро 100-летний юбилей будем отмечать. Что планируется? Какой будет эта библиотека после вот того, как там будут проведены все работы? Это будет уникальная библиотека. Ее дизайн отмечен, естественно, на федеральном уровне, как одной из лучших библиотек Российской Федерации, которая планируется к воплощению. Подход здесь очень необычный. Мы вам покажем дизайн-проект, который планируется к реализации, собственно, который победил, благодаря которому будет получена библиотека 10 миллионов рублей для того, чтобы она была новым пространством, модернизированным, привлекала молодежь, средний возраст и серебряных наших жителей городского облачения. То есть, это вот федеральные деньги, которые приходят для того, чтобы модернизировать? Да, абсолютно верно. Это библиотеки, которые стали победителями, и федеральный бюджет на это дает денежные средства. Так вот, как все это получалось? Естественно, руководитель департамента возглавляет эту работу, привлекаются лучшие архитекторы, а именно это Дмитрий Храмов, который со своей командой креативно, с учетом развития библиотек мирового уровня, выдает какие-то, не какие-то, а выдает предложения. Мы их на фокус-группах рассматриваем, и потом уже рождается готовый проект. Готовится комплект документов, помимо дизайн-проекта, это такие вот, они очень интересны, чиновничий набор, там, устав, дорожная карта, план мероприятий, план, ну, в общем, вся эта история. Ну, я знаю, ваш новоезд, я знаю, да-да-да-да. Да, это то, что не очень интересно обычному... Но без чего не обойтись. Но без чего невозможно обойтись, потому что нормативный документ, он... Есть, его нужно исполнять. Вот. Татьяна Владимировна, расскажите, вот все-таки у нас-то здесь необычная идея от Крупской, вернее, даже от Леонарда да Винчи Крупской. Да, Светлана Геннадь, только можно еще один момент. Мне хотелось бы отразить, что в этом году наблюдалось очень большое количество заявок для участия в национальном проекте «Культура». Было подано более... По всей стране? По всей стране. 582 заявки из 82 регионов Российской Федерации. Пустя, сумасшедшая конкуренция. Мы вошли в 30 центральных библиотек Российской Федерации. Мои поздравления. Во-первых, вы получили деньги и привлекли их в город. И более того, мы практически один из немногих субъектов, которые получили второй раз на это. И второй раз получили. То есть мы в прошлом году получили на две библиотеки, на одну библиотеку, и в этом на две библиотеки мы получили. Одна из которых Татьяна Владимировна центральная, и вторая – это детская, еще один филиал. То есть мы старались, наши старания были увидены, услышаны. Я услышал слова «сфотоанализ», «фокус», «группа». То есть я, в общем, понимаю, что люди-то на самом деле компетентные, мягко говоря. То есть вот эти маркетинговые термины, в общем, мне о многом сказали на самом деле. Что хотелось бы отметить. Библиотека находится в этом здании с 1953 года. Это советский ампир. Она строилась, это здание, практически под библиотеку. Первый этаж этого здания планировался. Да, я думаю, что мы находимся на очень удачном пересечении улиц, улицы Самарска и Маяковского. И мы открыты городу, нас все знают. И жители Ленинского района, кто ближе, скажем так, находится к центральной библиотеке, видели и барельефы русских писателей, и лепнину, которая соответствует советскому ампиру. Что хочу сказать, вы сейчас увидите дизайн... А мебель какая-то там аутентичная стоит, я прошу прощения. Мебель мы заменим. Мы хотим сохранить дух и антураж внешний. Мебель будет вся новая, интересная, и по индивидуальному эскизам. Все-таки Крупска вернемся и к Леонарду. Что хочется сказать. Мы соединились здесь, пошли по пути образа мечты. И Надежда Константиновна для своего времени была довольно-таки уникальной человеком, работоспособной. Она каждый день писала статьи. Она первый кандидат педагогических наук. Она очень много сделала для развития библиотек. И термин... Да и образование в целом, кстати, в стране. Абсолютно. Нельзя это ответить. Термин «культура в массы» — это просто... Забегая вперед, скажу, что мы уже, пусть такую избитую фразу, классика детям, мы такие проекты все равно будем осуществлять в Центральной городской библиотеке имени Крупской. Мы хотели совместить здесь образ полета, образ надежды, образ мечты, образ того, что у человека есть... Мы какие-то создаем себе рамки границы, но человек всегда стремится от них вырваться. И вот этот душ мы хотим здесь. Мы сейчас здесь есть, но мы хотим большего. Мы хотим мечтать. Мы хотим жить чуть дальше в 22 веке, в 23 веке. И вот этот вот интерьер, который будет создан, будет способствовать тому, что ты себя ощущаешь здесь и сейчас, но думаешь о том, что с тобой будет дальше. Идеально, идеально. Вопрос. Вот на время ремонта, он, насколько я понимаю, будет примерно год продолжаться, правильно? Ну, в целом плюс-минус, да. Потому что открытие планируется, конечно же, к концу следующего года. К концу следующего года, да. Так вот, на время ремонта, где будут сотрудники? Потому что вопрос важный. Как они будут себя чувствовать? Чем они будут заниматься? Потому что когда будет все отремонтировано, их нужно будет вернуть. Нужно будет, чтобы они вошли в работу. Перевезли вот весь этот библиотечный фонд, я знаю, что сейчас очень непростое время, у них там нужно все это упаковать и так далее, и сохранить. Мы, Татьяна Лариновна, как раз-таки очень плотно этот вопрос обсуждали до еще начала всех процедурных моментов, до еще победы. Мы с ней выстроили такой планомерный график, когда она все четко прописала, там, ноябрь, упаковка книжной продукции, имеющаяся, отсортировка ее, то, что можно списать, то, что уже точно ветхий фонд литературы, то, что куда перевезти, в какую библиотеку, где есть потребность именно в этой литературе. И, соответственно, по персоналу тоже сделали такой же график. Мы сейчас все территориально находимся в библиотеке номер один. Это Карла Маркса 165. Никто не уволен, никто никуда не сбежал. Весь персонал находится в этой библиотеке. То есть все сохранены? Все сохранены. Это очень важно. Да. Все проекты, которые действуют, у нас было много, я надеюсь, вы слышали, и мастерская Валерия Бондаренко, Серебряный век, элит-механика с Леонидом Немцевым, они все переносятся в библиотеку номер 8, Николая Панова, 30. Та самая, которая была отремонтирована, и где действительно очень здорово. То есть подстроились под мероприятие 8-го библиотека и Центральной городской библиотеки Мнекропской. Все наши мероприятия, они сохранены. И Библионочь, Всероссийская акция состоится. И Тотальный диктант, то же самое. А анонс, тоже забегая вперед, 10 апреля следующего года, также состоится и на площадке номер 8 библиотеки, и номер 1. И буквально неделю назад мы получили благодарность от организаторов этой акции, что в такой сложной эпидемиологической ситуации мы не только сохранили количество участников, но и благодаря онлайн-технологиям и превысили количество участников. То есть это... Работаем. Светлана Геннадьевна, Татьяна Владимировна, предлагаю сделать сейчас небольшую... Секундочку, я просто хотела бы выразить славу и благодарность и лично Татьяне Владимировне, и ее коллегам, персоналу, потому что у людей есть понимание, они не ропщут на то, что у них вот какой-то период будет некомфортного пребывания. Ну, конечно, это непростое время. Они, собственно, с удовольствием это делают, они понимают, что они хотят жить в будущем, хотят работать и хотят стремиться к лучшему. Спасибо большое, Татьяна Владимировна, за настроение, за коллективность. Ну, понятно, они понимают, ради чего и ради кого они работают на самом деле. Что через год все будет принципиально, по-другому, надо просто немножко пройти это время. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, посмотрим сюжет, опять же касается библиотеки, затем продолжим нашу беседу. А охотиться тут нельзя. Это библиотека. Билбикоте что? Библиотека. Важно повторила мышь. Здесь читают книги или берут их на время, чтобы почитать дома. Судя по всему, автор Лоренц Паули просто никогда не был в Самарской городской детской библиотеке. Здесь стереотип о том, что библиотека только почитать уже давно сломали. Пятиклассница Лиза, как и многие дети, любительница медиапространств. Мультфильмы, игры, соцсети. Что сказать, поколение диджитал, они же зумеры. И как ни парадоксально, именно эта страсть сроднила Лизу с центральной библиотекой на аэродромной. Сначала привлек медиазал. Здесь можно поиграть и сделать домашнее задание за компьютером. А позже углубилась в чтение. Фонд самый богатый в городе. Более 90 тысяч книг для детей. Мне нравятся книги про школу, то есть какие-то смешные рассказы про школьную жизнь и так далее. Также мне нравятся какие-то детективы, приключения. Любителям приключений посвящается. И кто, как непостоянный гость, сможет лучше познакомить новенького с просторами книгохранилища нового поколения. Как только мы заходим, вот можно пролезть вот здесь. Здесь поезжать, почитать. Прийти сюда порисовать вот здесь на доске. Например, есть различные профессии. Дальше идет игровая. Тут есть вот такая вот замечательная конструкция. Сюда можно бросать шарики. А на шариках есть буквы. И когда мы бросаем, из этих букв может получиться какое-то слово. Книжная кругосветка. Теме путешествий посвящена сама концепция библиотеки. Внимательный отследит сходство с Самарской лукой. Две зоны – детская и подростковая. Восемь помещений по интересам. Комната, мастер-классов, медиазал, игровая, конференц-зал. Все они в духе Жигулевского заповедника. Идеи и воплощения полностью принадлежат самарским дизайнерам. Мне давно была здесь свобода. Поэтому все так и получилось. Она прям сразу как бы и появилась. Вот идея про самарскую идентичность относительно природы. Это первичные детских впечатлений. Ну, то есть, с чем они могут связаны быть, как с Волгой и не нашей природой. Вот уже год, как Центральная детская библиотека живет в новом модельном формате, благодаря национальному проекту «Культура». После ремонта гораздо больше стали приезжать из отдаленных районов, конкретно в нашу библиотеку, чтобы вот только побыть здесь. Средина марта по сентября мы постарались и сделали более 400 массовых мероприятий. Как на базе библиотеки, так и на улице. Большое количество мероприятий проводили онлайн в период именно пандемии. Библиотека будет работать и в новогодние праздники – 3, 5 и 8 января с 11 до 4 вечера. Программы на самого капризного зрителя. Мастер-классы, игры, спектакли, беседы – как онлайн, так и оффлайн. Очки одеваются на голову, идет показ видео. Участники мероприятия сделают путь от Земли через Международную космическую станцию, побывают в открытом космосе, на Луне и на Марсе. Это будет все не компьютерная графика, это реальные видео, реальные фотографии. Из-за пандемии вход будет ограниченным, маски обязательны. С планом мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте библиотеки, а также в группах в социальных сетях. Итак, мы посмотрели сюжет, касающийся модернизации библиотеки на улице Аэродромной. Ну, я, честно сказать, сразу же записался, потому что я понял, что необходимо там просто на самом деле хотя бы иногда бывать. Потому что, ну, вот эти подвесные кресла, например, на меня произвели неизгладимые впечатления. Я побоялся, честно сказать, туда вот пока еще залезать. Ну, в силу того, что они на детей рассчитаны, я уточню, какой вес они могут быть рассчитаны. Рассчитаны абсолютно на всех. На всех, да? Да. Безопасность в первую очередь. На самом деле, на самом деле, вот, знаете, туда приятно заходить. И это самое главное, и, наверное, самое важное. И вот это ощущение, что ты пришел в то место, куда тебе хочется вернуться, оно присутствует. В связи с этим вопрос, планируется ли дальнейшая модернизация библиотеки города? И как? Конечно, мы планируем дальнейшее участие в национальном проекте. Мы готовим также дизайн проекта и, собственно, комплекты документов для участия в конкурсе на предоставление субсидий из федерального бюджета. И более того, мы для себя, для, как департамент, регламентирующий деятельность на территории города, культурную политику, с учетом мнения руководителей, с учетом мнения читателей, сформировали такую последовательность воплощения этой идеи в жизнь. Сейчас у Татьяны Владимировны такие наброски дизайн-проекта готовы, конечно, тоже посоветовавшись с теми людьми, которые приходят в библиотеку, чтобы они хотели там видеть, интересны ли идеи, которые мы предложили. Эта библиотека на Димитрово у нас такой вот незаконченный дизайн-проект есть, но уже в работе. Да, библиотека в Зубчининовке, которая на магистральной находится, она находит на первом этаже общежития, по-моему, не принципиально, на первом этаже жилого дома. И там такая ретро-библиотека, которая планируется, учитывая то, что это планировался город-сад Зубчининову, когда он его создавал. Вот эти элементы истории, там тоже в плетине такая, знаете, домашняя, с окнами, в которых цветы, такие вот ретро-советские интерьеры. И опять-таки тоже люди, которые туда ходят, и актив поселка, с ним все это обсуждено и посмотрено. На самом деле очень важно, почему? Потому что не секрет, что Зубчининовка это такой, ну, на самом деле маленький город в городе. То есть это такой особый мир, и дать вот этим людям центр культуры, причем бесплатный, я подчеркиваю, всегда, на самом деле крайне важно. Важнейший вопрос, пополнение книжного фонда. Вот как сейчас выглядит эта программа, потому что понятно, что все равно мы приходим, и нам хочется, так сказать, что-то новое увидеть. Конечно. У нас действует на территории города программа развития культуры на территории городского округа Самара, и в нем есть раздел, который предполагает пополнение книжного фонда. Ну, конечно же, нам хочется всегда больше и больше, потому что мы хотим новую красивую книгу, она стоит не дешево. Мы хотим, чтобы их было в каждом филиале. Но еще раз слова благодарности руководству города, потому что денежные средства предусмотрены. Да, они не такие, какие бы хотелись, но пополнение фонда осуществляется. Точно осуществляется подписка на периодические издания из этих же предусмотренных денежных средств. И знаете, что у нас очень важно и интересно, и можно чем воспользоваться? Можно позвонить в библиотеку и уточнить, есть ли в наличии эта книга. Если в данном филиале ее нет, ее привезут в удобное место, где читатель ее может забрать, и вернуть туда же, куда ему удобно. Более того, сейчас, учитывая эпидемиологическую ситуацию, книги людям пожилого возраста в библиотекарь могут доставить на дом. Еще раз, прямо домой? Прямо домой, прямо к порогу дома. Человек, которому нужна книга, который пожилой человек и не может, или строго выполняет, вернее, то, что обязан выполнять. На карантине? Да, постановление губернатора, 65+, не выходить из дома, позвонит в библиотеку, библиотекарь подберет ему нужную литературу и доставит эту книгу. Мне бы очень хотелось, чтобы Татьяна Владимировна рассказала о проекте, который мы в этом году реализовали при поддержке главы городского округа Самара. У нас приобретен автомобиль, на котором мы можем это сделать за счет спонсоров. Татьяна Владимировна, только кратко, потому что время уже подходит к концу. Татьяна Владимировна, Геннадьевич, буду кратко о приобретении LADA X-Ray с персональной символикой нашей системы, то есть книгу все видят. Спасибо, что вы любите читать. Для тех, кому 65+, позвонив по телефону библиотеки номер один, организуем в удобное для вас время и привезем по вашему запросу, какая нужна книжка. И я бы еще хотела добавить, Светлана Геннадьевна, что спасибо администрации города, спасибо департаменту культуры. Мы также прикладываем усилия библиотекарей с тем, чтобы пополнялся фонд. Мы участвуем в грантовой деятельности. Это более 2 миллионов рублей мы на приобретении, в том числе на книги. Мы участвуем в конкурсах, например, фонда Даниила Гранина. И буквально тоже месяц назад мы заняли два первых места в разных номинациях, как система и как один из филиалов. И нам в подарок тоже современные новые книжки. Библиотека номер 21 победила в конкурсе Российской государственной детской библиотеки. И в подарок это тоже книжки. И, конечно, мы благодарны нашим читателям, которые, прочитав новых современных авторов, эти же книжки возвращают для дальнейшего использования. Мы подключены к Национальной электронной библиотеке. К, скажем так, интернет-системам. К президентской библиотеке. К полнотекстовой библиотеке. Это полнотекстовые базы книг. То есть человек, переводя на простой русский язык «человек», являясь... Будучи читателем любой библиотеки города, абсолютно бесплатно имеют доступ к электронным базам книг. Причем полным базам, полнотекстовым. Да, полнотекстовым. Получает код, пароль и читает. Да, абсолютно верно. Не успевает, продлеваем ему этот доступ. Великолепно. То есть это на самом деле возможность... Записывайтесь в библиотеки города. Мы всех приглашаем, пожалуйста, пользоваться тем, что имеем, что уже есть. Ну, собственно говоря, у нас и время программы незаметно подошло к концу. Спасибо за то, что были у нас в гостях. Я надеюсь, что увидимся не один раз, потому что поводов у вас очень много. Ну, и я напоминаю, что у нас скоро Новый год. Давайте пожелаем чего-то нашим зрителям и читателям. Вы знаете, год был непростой, в общем, как и все остальные периоды жизни. Но самое главное, что мы поняли для себя в этом году, что здоровье – это то, что нам нужно, важно. Берегите, пожалуйста, себя. Выполняйте все рекомендации. Даже если ношение маски и ношение перчаток спасет одну человеческую жизнь, это просто гениально, потому что оно невосполнимо. Это не материальные ценности. Человек – это самое важное. Берегите себя, своих близких. Самое главное – наступающего Новом году вам здоровья, благополучия, успехов и всего, что вам хочется. Просто чтобы все исполнилось. Записывайтесь в библиотеки города, приходите, мы будем вам рады. Мы уже открываемся 4 и 5 января. Привычное для вас время. Мы рады видеть вас. Здоровья, счастья. Мы ждем вас. Спасибо за беседу. 4 января я к вам приду. Ждем вас, будем рады. В нашей студии были заместитель руководителя Департамента культуры и молодежной политики города Самара Светлана Лановенко и Татьяна Гаврильна, директор муниципального бюджета учреждения культуры города Самара, Самарская муниципальная информационно-библиотечная система. Ну, а мой личный вывод – библиотеки постепенно превращаются в современные культурные центры. Приходите туда, потому что они бесплатны. До свидания, с Новым годом. Редактор субтитров А.Семкин